всем привет сегодня небольшой ролик о косяках из китая мной был приобретен инвертор под заказ человек попросил вот такого плана не берите сразу говорю не берите и продавца и вам этого на сайте выложу прям ничего у него вообще не берите данный инвертор был куплен более чем за три тысячи рублей больше чем за 3000 и его сразу при подключении взорвался предохранители запчасти остались но предохранитель просто так не взрывается то же самое что у меня в 600 ватт нам который у меня лежит мертвым грузом тоже вот вышел из строя блин дорогущий транзистор у которого цена 200 рублей походу они бракованные как видим вот видите коза сейчас я наоборот ноги меняю смотрите то же самое центральный центральный вообще коза полная урод блин прошу прощения конечно за высказывание ну блин я дал за них до хрена и чтобы хотя бы 200 рублей там 500 накрутить до после проверки я в итоге еще и в минусе оказывать постоянно перный театр чушь гореть были полностью коза так вот по этой ноге по этой не сильный такой пробой но вот оно счастья блять слов нету инвертор красивый в масле блять блестит весь не пылинки не соринки он смотрите какой красивый чистый радиатор давайте он заднюю стеночку покажу вам смотрите не залапанный вот эту лапики мои чистенькие тут вообще ничего не тот как раз лицевая только досталось коробки только достал сразу подключил проверить чтобы позвонить сказать что пришло и взрыв и все так давайте с вами еще раз поднимем эту тему как проверяется во первых нужен тестер на прозвон который работает во вторых меняем предохранитель соответственно это у нас входная часть и смотрим по проводам входная часть рядом с ней обычно находится четыре транзистора достаточно мощных именно которые на отдачу данные транзисторы могут давать вплоть до 30 ампер то есть здесь у нас 20 то есть поэтому вот этот то что здесь стоит схема 200 ватного то есть она по идее слегка спокойно может раскачиваться до 300 ватт то есть находим транзистор методом прозвона который звонится не так как остальные то есть сейчас попробую как-нибудь я его выпаял уже к сожалению ну то что изначально было до 200 чем-то показатель вот смотрите 900 это нормально тут диод идет по схеме это нормально это нормально но когда стоял вот здесь вот транзистор это было везде в одном положении в одном колене у каждого по 290 что ли он а у этого звонилось в обе стороны а у этих только в одну потому что они завязаны между собой соответственно при включении короткое замыкание и трах бах и у вас просто он сгорает соответственно это происходит наверное из за того что они паяют их либо детали сами некачественные либо паяют и пробивают их статика потом переворачиваем наоборот и также прозванием то есть у нас не должно быть по крайнем вообще ничего как только что-то будет то все значит бита там у крайне вот это вот звонилось в обе стороны вот так и вот так ну что делать конечно если у кого-то есть как бороться с такими продавцами может посоветуйте пока диск не открывал вот он 600 ватками то есть сейчас с этой 600 ватки я буду снимать нормально да я не буду снимать отсюда кстати у меня там кто-то спрашивал вот эта часть вот он предохранитель стоит здесь вот у меня идет два конденсатора конденсатор за у кого-то пробивала хотя скорее там другой грит был у которого здесь вот стоит такой черный предохранитель термо предохранитель черный а конденсатор который у меня вот здесь рассыпался и не знаю если тоже у кого-нибудь будет как бы возможности он прибор есть специально вот он стоит прям под микросхему здесь метод выпаян он рассыпался после чего у меня больше 20 ватт он в сеть не отдает при этом жрет капитально походу может еще очень вышло из строя но ничего не нашел все исправно ой ужас какой короче 30 сейчас буду искать прям были пальцем охота кстати вот что перекоса не было там направляющие зажимы вот использовали вот они и рф-650 ноги откусывают мористы тоже так вот маркировка его 30 нм f30 нм 60 нд я как вспомню сколько он стоит сразу настроение теряется я когда покупал 10 штук на тысячу я набрал из-за оптовой цены это там скидка я как бы был хочу искать придется что ли вот три штучки осталось они вот кстати другого исполнения 30 нм 60 нд просто у них маркировка вот эти вот мощнее идут у них так старе думаю может оттуда один выпаять и бог с ним уж не взорвется по идее маркировка то же самое единственное производитель разум тем более качественно не на это конечно блин смех и грех все настроение сегодня не испортили все испортились так ладно там у нас если не ошибаюсь поглажу даже если даже нету сразу почему-то у меня было предположение такое что до последнего надеялся как раз кто-то недавно как раз блокиратор хотел приобрести тоже по дешевке ну как видим покупая дешевле вы рискуете да в принципе и дорого вы рискуете у этого продавца вы все рискуете поэтому здесь на первом месте играет не деньги а информация да давай впаивайся ты еще впаиваться не хочешь станция не дотягивается до сегодня так вот он отлично было еще такое хорошее тут используется чтобы максимально ток перетянуть а не помогает не помогает блин так предохранитель я поменял тут кстати нету в том есть шунт здесь его нету представьте да сейчас кто тут посмотрел так грит хочу в эту продавца хоба взял и такая же песня те кто посещает мой ресурс хотя бы на моих ошибках да они уже могут уже сказать ой я у него брать не буду я знаю про него уже все то есть это вторая попытка идет третья попытка он мне две позиции посол так ну че сейчас самое страшное у нас будет во первых включение ерур горелый ерур постоянно то есть на руну вообще не переходил типа че сети нет не знаю даже страшно такое постоянные взрывы блин без радиатора ой в рун загорелся ну нафиг обалдеть так сейчас сейчас так сейчас и вот метр принесу по сети посмотрите хотя бы че с 12 может То есть по-хорошему получается, покупая инвертор вот такой. Зарвалось что-ли опять, ну тут еще предохранитель слабый поставил, отключаем, предохранитель поставил я на 1 А, стоял. В силикуне все это дело. То ли 5 А. Так, 5 А вроде стоял, 5,3 А. Тут силикона, блин, залито. Мне как раз сегодня предохранители пришли на ножках вот таких вот, решил испытать. Да, 5 А стоял, ну ясен перец он пробил. Так, мы сейчас посмотрим с вами, записывается еще, насчет того, что пробило, не пробило, еще что-нибудь. Сейчас посмотрим, у него прозвонка стоит, так смотрим, так 900, зашибись, капец. Второе я теперь выбил, колено. И мое. Вот прям на ваших глазах мы увидели, какое классное оборудование поставляет нам Китай. То есть людям с нервами, которые говорят, что вот такие цены, например у меня, они просто не понимают, что я-то проверяю. 200 Вт этот выйдет как раз, наверное, столько же. Так, сейчас еще раз. А вот 1 А я поставил для того, чтобы как раз проверить вот эту вот обойду. Так, сейчас придется опять заказывать кучу этих транзисторов. Ну вот, пробил его на центр в ноль, по краям в ноль. Так, а в том у меня сколько стоит, там я вроде все четыре менял в железном корпусе. Так, а нет, два как раз поменял. Так, придется отсюда мне снимать и ставить все вот в таком исполнении. Самая смешная схема, простая, с этой стороны все детали находятся. С обратной стороны, вы сами видели, ничего нет. А здесь вот, например, в 600 Вт, здесь вот и с этой стороны и с этой есть детали. То есть вот это проще схема. Но в то же время никакая уж она и простая. Так, сразу надо четыре менять. То есть покупая инвертор, покупаете с собой, блин, мешок входных транзисторов. Паяльник уже остыл. Да, есть над чем подумать. Так, ну сейчас паяльник у меня разогреется. Я меняю все, ставлю предохранители, мы с вами посмотрим. Тут еще получается, когда мы на включенном пихаем сетевой шнур, нагрузка на входную сеть большая. То есть сначала надо прибор включить, а потом уже подключить сетевой на включенном. То есть получается, та схема, которую я раньше предлагал, да, то есть когда у нас на входное напряжение хоть какое-то появляется, уже нормально, стабильно. То есть на реле собраны. Чтобы подключала входную цепь, то есть оно актуально для вот этих вот гридов. Самое смешное, этот вот, несмотря на то, что я его 10 раз мыл, 10 раз паял, блин, ну, 10 раз больше. Тоже, блин, новые. Я им не пользовался. Я даже не знаю, тут снимать-то нечего даже. Туртом, блин. Стопудово схемотехника кривая. Туртом, блин, блин. Игра. Я планирую. Эй, я его планирую. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Попытка номер два, опять отключаем метр Ни пуха ни пера Включаем прибор Опять что нет сети Врубаем Поменял только один Нет, данное исключение Так, пожалуйста Так, зелененький мигнул Красненький Зелененький Опять сеть есть Блин, не дышать! Не дышать! Не шевелиться! Так Попробуем камеру пониже опустить Чтобы обратить внимание на ваттметр Который под столом Как видим Пока что мигает Но без радиаторов На аккумуляторе Так Мощность, отдаваемая в сеть Равна нулю А нет Вон побежала 7 ватт 9 10 То есть Хоба отключилась Ну это скорее всего Аккумулятор напряжение слабое Вот он с качками Так Выключаем все это дело Собирать пока не буду Так как есть подозрения Что это еще не конец Так Ну-ка, а если Включить его без аккумулятора Все, потух Ладно Пока что работает Так Пожалуйста Еще разок Подождали Подождали Пока кондеры Зарядились Сразу Не включаем Так Да ну нафиг Ну, ну, ну А, там кулер крутится Так Мощность бежит Так Видимо Опять упала Ну, так же Попытками Это уже радует 10 ватт Есть и то Хорошо Так Все Вырубаем Вырубаем Так Сейчас А, полностью Вырубаем Посмотрю тут Нагрелась Не нагрелась Так Так Сеть Вырубили Так Холодная Входная Часть Холодная Диоды Холодные Аллилуйя Два Транзистора Под замену Ладно 500 рублей Всего Обошлось Мне Пока что Сейчас Будет На прогоне После того Если прогон Покажет Что все работает Данный Инвертор Будет Выставляться На продажу Идет Два Штуки Каждый Продается Только После Того Как он Хотя бы Дня 3 Проработает Прямо Системе И Если он Не сгорает Они Продаются Соответственно Вы Уже знаете Почему Я сторонник Того Что брать Меньше По мощности Потому что Они Проще Они Схематически Проще То есть Можно Выцепить Хоть Как то Где что сгорело Единственное Я вам сразу скажу Что Я удивился Что запах Здесь был Изначально Как будто креветки Такое ощущение Было Что Их Собирают Где-то В перчатках Рядом Цех По Переработке Креветки Блин Я просто В шоке Я в шоке Просто Блин Это Блин Собой Пачку деталей Вот мне обошлось Смотрите Два транзистора Вот этих вот Два ключа Видимо они На металлическом Корпусе имеют Они пластиковые Видно И И Два Предохранителя Пока что Будет у меня тут Стоять На 3 ампера Так Посчитаем 3 ампера Это примерно Мощность у нас Какая По 220 Это в районе 600 ватт То есть По идее Должно быть 3 ампера Здесь достаточно И Что здесь Сгорит Прям все Ну Меньше вероятности То есть Если вы берете Например ватт на 500 И выше Даже на 300 Уже страшно мне брать Хотя Та серия Которая у меня была Изначально в обзоре Я 3 раза ремонтировал Ну На удивление Тут инвертор Тоже поддавался Отлично ремонту То есть Также происходила Замена ключей По очереди И замена Предохранителя Там выходил из строя По 220 Металлокерами Ну нет Пластиковый корпус Такой круглый Коричневый И термопредохранитель Такой черный Он рядом стоял в упор Как видим Всего тут Три обычных Конденсатора И три термо Стоит Зачем три термо Хрен знает Ужас Ужас Так Ну что У меня вот как раз Одна солнечная батарея Есть для таких экспериментов Выдает до 4 ампер Сейчас по Вольтамперметру Смотрел Даже 5 Давало То есть Как раз будет Экспериментальная батарея Подключена К прибору Подключен будет Ваттметр Соответственно Будет происходить Замер Замер мощности Отдаваемой В сеть То есть Если ваттметр Вдруг Собьется Загорится Фаут Соответственно Опять что-то случилось Пока что Отделались Малые крови Также я знаю Мой канал Смотрят Люди Из Не только Из России А в основном Из заграницы По поводу Вот данной Процедуры То что я сделал Тоже есть вопрос Как бы Диспут еще не открывал Так как Еще идет второй Но Мне надо Как-то Вернуть Часть денег Хотя бы Попытаться В этот раз В тот раз Я потерял 6000 рублей Со всеми запчастями То есть Даже часть Что он обещал Он мне не возвращал В этот раз У меня есть Как бы шанс Я надеюсь Посоветуйте Пожалуйста Как мне быть Кто в курсе На этом Спешу откланяться Всем спасибо за внимание Всем пока Это первая часть Видео Продолжение Скорее всего Будет Всем пока